всем привет сегодня рассматриваю очень интересную планировку и очень интересный но актуальный запрос семейная пара в возрасте дети выпорхнули из гнезда и вот теперь эта пара хочет устроиться максимально комфортно а для этого ей нужно сделать планировку и так 90 квадратных метров жилой комплекс клевер парк кстати говоря вы тоже можете еще приобрести там квартиры они до сих пор продаются потому что последние очереди достраиваются так что все бегом в отдел продаж но а если не нравится там заходите на сайт in graphic on и делайте себе подборку любой квартиры которая вам понравится 20 параметров по которыми вы выбираете квартиру ну а я приступаю для начала давайте рассмотрим что нам предлагает застройщик 90 квадратных метров у нас есть прихожей естественно большая кухня гостиная 32 квадратных метров вполне достаточно чтобы разместиться двоим замечательным людям и при этом еще приглашать гостей здесь конечно есть на мой взгляд небольшой минус это то что кухня далеко находится от окна а если предположить что хозяйка любит готовить то вся эта готовка будет происходить в тени света мало поэтому нужно что-то с этим сделать еще мне не понравилось что стоит стол очень странным образом во первых близко кухонному гарнитуру это неудобно потому что об спинке стульев будут все время биться попами те кто будет здесь ходить и готовить ну собственно хозяйка скорее всего диван стоит очень далеко от телевизора прямо максимально далеко образовывается пустое бесполезное пространство на мой взгляд которая сейчас здесь используется не совсем рационально вроде телевизора смотреть неудобно и место свободное остается вот с этим тоже поработаю дальше у нас есть одна жилая комната из нее можно сделать кабинет это очень удобно то есть муж например работает дома или вечерами что-то там занимается на компьютере но также эту комнату можно использовать как гостевую когда приедут дети останутся с ночевкой внуки может быть останутся вот ну и конечно есть спальня в которой небольшой шкафчик второй небольшой шкафчик мне кажется этого маловато конечно же тоже подумаю что с этим сделать но зато есть свой санузел ванная комната так называемая мастер спальня хотя когда люди живут вдвоем парой то есть как таковая мастер спальню уже не совсем актуально ну скрывается то нет кого имеется ввиду детей то уже с вами не живет вот в общем это то что мы имеем от застройщика а сейчас я покажу свой вариант как сделать максимально комфортно это эту планировку для пары которая так сказать детей уже отправила самостоятельное плавание вот приступим традиционно начну с прихожей в прихожей остается большой шкаф два с половиной метра и остается такая оля зона прихожей куда мы попадаем где мы можем присесть на пуфик дальше я поставил комод или это может быть консоль на которую мы всегда с большим удовольствием кидаем ключи ставим сумки шапки какие-то бросаем но выдвижных ящиках мы можем хранить какие-то полезные вещи обратите внимание я здесь скруглил углы у санузла сделал я это для того чтобы ну знаете не шоркать плечами и не задевать вот об эти торчащие углы и которые потом превращаются в какие-то облохмоченные углы и ничего с этим не поделать потому что мы интуитивно пытаемся срезать наш путь вот поэтому я их закруглил это первая причина вторая причина это стирание границ потому что когда у нас есть четкий угол это есть граница которую глаз видит а сейчас он не видит нету этой границы скруглил таким образом увеличил пространство то есть убрал границы вот и ходить удобно и визуально смотрится лучше вот какую штуку я придумал далее из интересных вещей вход в гостевую а-ля кабинет я перенес и теперь он у меня из кухни гостиной ничего страшного считая потому что попадая из кухни гостиной с учетом того что живет всего лишь два человека в этой квартире то никто никому мешать не будет зато здесь есть диван есть стол есть огромный стеллаж под какую-то литературу ну а если приедут гости ничего страшного можно закрыть дверь и эта комната останется обособленность другой стороны если предположить что например глава семейства работает дома ну или женщина работает дома можно открыть дверь и даже создать ощущение того что вот мы рядышком вроде бы рядышком ведь когда пара дома вдвоем все равно же большинство времени хочется общаться хочется что-то обсуждать но вот здесь пожалуйста все это реально с открытой дверью а зачем я перенес вход да очень просто в то место где был коридорчик теперь у меня разместилась зона постирочной теперь здесь стоит стиральная машину сверху можно сушильную машину поставить осталось место немного под уборочный инвентарь можно разместить корзину для грязного белья короче говоря вот эту стиральную машину удалось унести из ванных комнат и очень это очень здорово гостевой санузел здесь есть раковина унитаз и душевая душевая нужно для того чтобы гости могли ей пользоваться если вдруг они здесь остаются вот теперь переместимся в кухню гостиную здесь я поменял местами мебель вроде бы как бы ерунда такая но получается что в корне меняется сценарий жизни в этой в этом помещении но вот сами судите кухонный гарнитур теперь стоит максимально близко к окну кухонный гарнитур с острова и теперь готовя за этим островом значит хозяйка может одновременно смотреть телевизор общаться либо с гостями либо с мужем который на диване сидит и смотреть в окно при этом это очень удобно то есть психологически это совсем разные истории то есть готовить лицом к стене в темном углу или готовить около окна в освещенном пространстве то есть вот просто вы себе это представьте и вы поймете что насколько меняется вообще ощущение от квартиры это очень важно диван стоит близко к телевизору но в принципе ничего страшного на телевизоре сэкономите не надо будет покупать огромную диагональ можно купить поменьше и поставить диван поближе к телевизору я считаю что это просто очень даже классно отдельно стоящий стол здесь он круглый с четырьмя стульчиками пришли соседи например тоже пара вот очень удобно собраться вечерочка моей попить чаек напротив можно поставить либо комод либо буфет либо сервант ну все что угодно это все что уже вам необходимо по функционалу все это располагается на осях это все симметрично то есть с дизайнерской точки зрения все очень правильно и какой бы стиль в будущем вы не выбрали то есть у вас уже будет складываться гармоничный интерьер правильной формы остается спальня в этой спальне также осталось ванная раковина унитаз а еще я добавил душевую вот пожалуйста шкафы я поставил совершенно по-другому и таким образом увеличил их количество теперь у меня не один шкаф полтора метра как это было раньше а теперь у меня два шкафа каждый почти по два метра выстроены вдоль стены между ними есть комодик на котором можно поставить телевизор если это не нужно то можно все закрыть шкафами например есть макияжный столик который стоит прямо у окна это тоже очень удобно дневной свет еще никому не вредил угол у этого помещения я тоже скруглил удобнее его обходить визуально комната выглядит больше пространство перетекает более логично когда нету границы и в конце бывшего коридорчика который у нас был я разместил еще один шкаф но можно его использовать как какую-то кладовку например хранить там чемоданы не знаю лыжи что-то еще но а может быть и одежду это кто как для себя решит вот такая квартира с такой планировкой у меня получилось напишите в комментариях как бы вы для себя сделали как вам кажется удобно она или не что вы думаете по поводу скругленных углов обязательно в комментарии они там внизу под видео переходите туда ну и конечно ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока да прибудет с вами муза общее пространство нет не общее пространство угол у этого помещения я тоже скруглил удобнее его обходить визуально мы смотрим это все что вы ips пишите пишите что вы читайте пишите пишите пишите